Приветствую подписчиков и гостей канала 5 фактов о бойцах. На протяжении всей своей карьеры прославленный российский боец Федор Емельяненко побеждал многих именитых бойцов, в том числе и бывших чемпионов UFC. О том, кого из чемпионов самого престижного промоушена в ММА побил Федор и пойдет речь в сегодняшнем выпуске. Бывший временный чемпион UFC в тяжелом весе Антонио Родриго Нагейра. Нагейру Федор побеждал дважды. Первый раз в марте 2003-го, когда завоевал титул чемпиона Прайд в тяжелом весе. Затем бойцы снова встретились через год в финале Гран-при Прайд FC. Оба раза Емельяненко одержал убедительную победу единогласным решением судей. Первый чемпион UFC в тяжелом весе и победитель Гран-при Прайд. Колман дважды проигрывал Федору Емельяненко. Он славился своим великолепным гранд-энд-паундом. Он просто валил соперника на настил и демонстрировал контроль и мощное добивание. В 2004 году Федор поймал Марка на рычаг локтя через две минуты после начала поединка. Спустя два года Колман попытался взять реванш, однако вновь попался на тот же прием, только уже во втором раунде. Кевин являлся чемпионом UFC 2000 года, а также входит в зал славы UFC. Спустя два месяца после второго поединка с Марком Колманом, Федор вышел на бой против мощного американского борца Кевина Рэндалмана. Поединок с Рэндалманом является одним из самых эпичных в карьере Федора. То, какой бросок провел Рэндалман, до сих пор вызывает у многих болельщиков восторг. Однако спустя несколько секунд после броска, Федор не только смог занять выгодную для себя позицию, но и провести болевой прием на руку. Тим Сильвия являлся чемпионом UFC в 2006 году. В июле 2008 года состоялся его поединок против Федора Емельяненко. Федор потряс соперника уже в первом раунде, а затем провел красивый удушающий прием сзади. Один из лучших тяжеловесов UFC, бывший чемпион UFC в тяжелом весе, очень тщательно готовился к поединку с Федором. Специально для этого боя Андрей привлек к своей подготовке одного из лучших тренеров в истории мирового бокса Фрейди Роуча. Бой состоялся в январе 2009 года. Орловский действительно очень здорово смотрелся в ринге и владел инициативой практически на протяжении всего поединка. Поверив в свои силы, Орловский решил нанести по Федору удар коленом в прыжке и мгновенно поплатился за свою ошибку. Емельяненко попал по Андрею таким ударом, после которого он уже не смог встать. Фрэнк дважды завоевывал пояс UFC в тяжелом весе. Это было в 2004 и в 2008 году. С Федором же они встретились только в 2018, в четвертьфинале Гран-при Билатар в тяжелом весе. С первых минут боя Фрэнк потряс Федора. Однако наш боец быстро поднялся и спустя несколько секунд смог нокаутировать мира. В отличие от остальных героев выпуска, Куинтон Джексон является природным полутяжеловесом и владел поясом чемпиона UFC в полутяжелом весе. Придя в Билатар, Куинтон решил попробовать свои силы в тяжелом весе и в декабре 2019 провел поединок с Федором Емельяненко. Джексон вышел на бой, мягко говоря, на массе и практически ничего не смог противопоставить нашему бойцу. Федор одержал победу техническим нокаутом уже в первом раунде. Вот так наш легендарный Федор Емельяненко побеждал чемпионов UFC. Давайте поставим лайк и подпишемся на новые выпуски, ведь мы прославляем наших бойцов.